Всем привет! Меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Стоун Киев! Итак, где-то здесь нам навалял этот грёбаный гоблин. Кажется, здесь где-то, по-моему, где-то за вот этим вот поворотом, да? Да, кажется, это был он. На этот раз, я не помню, ходил ли я в эту сторону, но мы сначала сходим в эту сторону, перед тем, как идти к ним. Засрай, я же сейчас возьму кинжальчик. Надо вам, наверное, показать, как работает этот кинжальчик. Да что ж такое-то? Вы посмотрите, что он вытворяет. Капец. Так, ладно. По-моему, кстати говоря, гному Фарли он вообще не попадает. Ну почти. А кормить-то надо теперь двоих. Хорошо, сейчас я вам покажу кинжальчик. Я, по-моему, вам не показывал, как он работает. Я сразу... Схватился за меч, как только я получил. Ну, подходи ко мне, зараза. Вот, как-то так. Правда, я уже натыкал в него мечом, но тем не менее. Сейчас я покажу вам работоспособность этого кинжальчика на... К примере этого гоблина. Иди сюда, зараза. Все. Видите? Довольно имбовая штука. Оказалось. Поэтому... Поэтому мы ее откладываем в долгий ящик, я полагаю. Как-то я это сказал грустно немножко, да? Ну, конечно. Довольно сложно не использовать такую крутую вещь, но... На самом деле... Нам же интереснее будет. Просто этим мечом мы еще явно очень плохо попадаем. У нас меч прокачан хуже, чем... Хотя ненамного. Кинжальчики всего на два прокачаны, а меч... Где меч? Где Сворд? Вот всего на один пункт прокачан. Не знаю. Ненамного больше, но... В смысле, ненамного меньше прокачан меч, а попадаем, что им хуже. Не знаю. Ну, что делать? Да, что ж, что бы уж. Я вот думаю, вообще как? Почему мне показывают их... Оно зеркало. Зеркало. Если это зеркало, он смотрится в зеркало. Нет, даже если он смотрится в зеркало, все равно топор должен быть в правой руке. Я просто подумал, что может быть там какое-то отражение такое, что... Если смотреть от его глаз, то он будет держать топор, получается, в правильной руке. А я перестал ему, типа, в левую. Но нифига. Если, допустим, смотреть на него от глаз зеркало, да, он смотрит на нас, то все правильно, в общем-то. Короче, не обращайте внимания. Все там нормально. Но... Не знаю, я просто не совсем могу понять, почему нам... Дали нашего персонажа и, собственно, фарли с оружием в левой руке. Почему? И вообще, какого черта? У меня есть еще меч. Получи. Ахахаха, он не может использовать мечи. Какая жалость. О-о-о! Ха-ха-ха! Ого! Так. Знаете, было бы, конечно, неплохо вернуться к фонтанчику для того, чтобы пополнить себе жизни. Но, черт побери, очень далеко до фонтанчика. Кстати, правой кнопкой можно быстро пролистывать, если что. По-моему, мне кто-то об этом сказал в комментариях, но я не уверен. Так, вылечимся вот так в таком случае. Попьем, покушаем. Ага. Потому что чувство будет напряженно. Ого! Вы слышали, как фарли жует? Ау! Ого! Какой-то он здоровенный. Они! Я попал мечом по шлему явно. Вы слышали звук? Так, не надо меня замыкать. Сволочи зеленые. Да, ты посмотри, мы не попадаем по нему. Я умираю! Офигеть! Как только я убрал кинжальчик из рук, все. Все резко стало очень плохо. В таком случае нужно действовать не так. Мы все умираем. Нужно действовать не так. Нужно использовать эти самые камни, наверное. Помните, мы когда начали первый раз в эту игру играть, мы аккуратно кидались странными камнями. А теперь какая-то вакханалия творится. Умри уже, твай. Кстати, нам нужно опасаться шагру, помните? И вот еще что. Я забыл вам сказать, озвучить свою мысль, когда мы встретили того здоровенного гоблина-переростка. Слышали, каким голосом он разговаривал? Он разговаривал голосом Терры. По-моему. Соответственно, я просто не сказал этого. Я подумал, но не сказал. Терра, получается, что если это так, то Терра как-то связалась с нами через этого гоблина. То есть все-таки ее упекли. А вот зараза, разграбили. Упекли ее все-таки неполноценно. Она как-то может пробиться через защиту. Кулкуума. И нам надо как-то экономнее расходовать наши... припасы, что ли. Я знаю. Мы ее уже открывали. Кстати говоря, нужно чаще использовать орб. Где он у нас здесь? Вот. Надо его чаще использовать, потому что он показывает нам секретики. Здесь кто-то ходит. А как туда попасть? Туда попасть можно только через... Через что-то другое, да? Хорошо, ладно. Объяснил. В общем, где-то обойти нужно. Так, пускай пока поваляется. Самая важная вещь в игре, пускай пока поваляется где-то там. Ага. Хорошо. Какого хера? Это дырка, да? То есть маги закрываются не просто на ключе, не закрываются стенкой, да? Хорошо. У нас на самом деле есть несколько путей. Есть путь сюда, есть путь сюда. Давайте мы сходим... Так. Ну да, давайте мы сходим лучше в другое место. Меня это место немножко отталкивает своей этой плиточкой. И вообще, ну, целая куча закрытых дверей осталось позади. Неужели нам нужно было идти в эти секретные стенки? Я вообще-то рассчитывал, что они как-то, может быть, закругляться. То есть вот это... Но оно так, в принципе, получилось. То есть вот этот проход, как бы, с вот этим связались. Но я не думал, что здесь еще будут проходы. Офигеть. Я увидел эту дыру, когда поворачивался. Даже испугался, что что это такое. Хммм... Хорошо, давайте-ка мы с вами сохранимся и посмотрим, что это такое. Можем пломать ноги. Короче говоря, мы со мной спустились еще на уровень ниже, походу. А, даже так, да? То есть... Ага, то есть вот так вот это работает, да? Мы фактически просто... Я понял, хорошо. Но, может быть, был более безопасный путь, я не знаю. Так, такая палочка у меня уже есть. Все это пойдет на продажу, я надеюсь. Эй! Там были кости! Я слышу где-то слизней. И у меня нет здоровья с ними сражаться. И лечиться я не хочу, у меня жаба душит. Вот. Вот эта дырочка. Понятно. Если я останусь здесь, я надеюсь, какой-нибудь секретик. Походу нет. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хотя было бы приятно. Слушайте, давайте-ка мы эту дрянь попробуем чем-нибудь закидать. Вот, например, например, вот этим. Дротиками. Получи. Эй! Кинь дротик. Оно разделяется. Ладно, теперь с черепами. Просто если я этот дротик последний кину, то... Блин. Мне потом придется опять брать этот дротик с пола. Класть его на это место. Мне в лом. Мне проще один дротик оставить и потом подбирать правыми кнопками. Ну, знаете, кому я рассказывал. Господи. Да что ты делаешь? Да господи. Так, это начинает напрягать самую малость. Понравилась, зараза, жидкая. Хорошо. Тем не менее, мне очень интересно, куда меня это все в итоге приведет. Знаете, что я хочу? Я хочу, наконец-то, найти посад с рунами. Они, я помню, очень классно здесь как-то так устроены. Мне очень нравилась эта система. Но я вот, честно говоря, в упор не помню, как конкретно. Я бы вам попытался бы описать, но не опишу. Я помню, что мы должны были найти какой-то определенный посад, который может содержать в себе только определенное количество рун. И в него мы записывали этим. Пером мы вырисовывали там руны. И, по-моему, их как-то можно было объединять. Я вот не помню. Именно этот момент я не помню. Короче говоря, как-то очень интересно это все было устроено. Я уже хочу найти этот посох и вспомнить, как это работает. Фарли, конечно, кушает знатно. Так, ты меня бесишь, гоблин? Нет, ну ты посмотри. Ну, подходи. Получи порцию смерти. Смерть тебе! Шарга? Эээ, слушайте, шарга... Может быть, шарга это... Я, кажется, понял. Шарга это... Вот эти гоблины, это... Раз, а шарган! Господи... Ау! Ублюдок! Или это ты, Шарга? Не думаю. Капец, сколько я еды уже съел. Ты посмотри, как он живучий. Так, ты запарил. Получи! Я убил его ребром ножа. Ладно. Бедняга. Не знаю, это, по-моему, из разряда убить кого-то... Флешкой в Counter-Strike. Да, я играл в Counter-Strike, если что. Долго. Получительно. Ну, пока не надоело. Так. Так. И так. Значит, ни один исключение не подходит. У нас, кстати говоря, есть... Точно не подошел? У нас, кстати говоря, есть подношение... Этому... Господи, как его зовут? Я опять забыл. В Акуке. Но мне кажется, что когда мы к нему придем, он нам уже ничего нового особо не скажет. Мы уже тут все исследуем. Ничего интересного он... Не расскажет. Хорошо, что здесь, кстати говоря, в отличие от... Гримрака. Здесь, когда падаете, здесь не ломайте как таковые ноги, как в Гримраке. То есть, когда падаете, там реально можно сломать ноги. Помните? Я не знаю, если играли, то там реально можно было их переломать. И тогда ваши герои начинали передвигаться как коллеги. Ну что, вроде бы больше нету. Здесь же просто отнимается здоровье. Это хорошо. Ага. Я тебя видел. Не сокровишься от меня. Вот. Именно. Начинается. Это именно то, что мне надо. Так, руны, руны, руны. Вот. Вот. Это тупо две тучечки. Получается, как оно работало. Мы просто переписывали, то есть, брали перо, тыкали сюда, и переписывали это в наш посох. Кстати говоря, в каждом разном посохе будут попадаться все лучше, которые будут включать себя больше рун. И да, получается, у нас есть какая-нибудь основная руна, которую мы сможем усилить с помощью этой. Ого. Действительно. Начинает что-то проясняться. Вы пите это. Я думаю, вам понравился подарочек. Еще. О, да. Да. Ха-ха. Черт, побери, я еще хочу. Охренеть, какие размеры. Вы только посмотрите, она же огромна. Нет. Только так. Я не собираюсь к этой дряни подходить. Ножики где-то у меня прям под ногами падают. Умри. Ну, следовало этого... Ой, блин. Черт. Вот это то, о чем я говорил. Те мне придется один ножик положить сюда, чтобы удовлетворить свой перфекционизм. Чтоб все было отсортировано обязательно. Я без этого просто не сдвинусь с места. Все, теперь можно подбивать правой кнопкой. Хорошо. Что-то я хотел сказать, забыл, что... Говорю, что следовало ожидать. Здесь столько маленьких, и одна материнская должна была здесь быть. По-любому. Материнская змейка. Так. Но даже как-то немножко жалко. Мы расхерачили гнездо их фактически. Так, там что-то было. Легко было пропустить, на самом деле. О, слушайте. Вот эта штука, это, кажется... Можно в нее, кажется, набрать воды с фонтана и пить. Мешочек для воды. Круто. Кажется, это оно. Теперь нам по-любому нужно к фонтану возвращаться каким-то образом поскорее. Ну, они все, конечно, жуют. Блин, парли, что ты делаешь? Так, ножик. Вот. Нет, не этот ножик. Не круглый. А вот этот. Получи. Получи, получи. А, камень прям в глаз летит. Ого. Походу, его фарли замочил. Хорошо. Где мы? Следующая комната. Хорошо. Блин, мне сегодня слова поразит хорошо. Меня уже даже как-то самого напрягать начало. Слушай, а может тут открыто, какого черта? Уже было такое, что дверь была открыта, а я оттуда ключи совал. В итоге я закрыл дверь. Нет. 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 Нам надо найти какой-то еще более хор... Еще какой-то новый ключ. У нас было... Ой, божечки. Что-то мы такое здесь прочитали. Там, помните, записку, которую мы нашли? Она была... Ну, Дрек не захотел ее читать, но просто похмыкал. Смотря на нее. И все. По-моему, в ней было написано что-то про вот эти цилиндры. Опа. Это на меня. Мне кажется, что кольчужные штаны лучше, чем кожаные. Ну-ка. Где-то должно быть написано. Да, закрой ты карту. Руны, одежда. Нет, вот айтемсы. Нет. По-моему, не здесь. А, это вообще не клоузов. Вот здесь, на второй страничке, по-моему. На третьей. На четвертой. О, смотрите, можно почитать о фарле. Ладно, потом. Нет, нет. Нет, нет. Что произошло? Я вас поздравляю. Я книжкой сломал себе игру, походу. Ладно, сейчас мы с вами вернемся, когда я ее починил. Так, хорошо. Я вроде бы починил. Но что-то книжку у меня теперь уже нет особого желания, честно говоря. Открывать. Но я уверен, что кольчуга лучше, чем кожаные доспехи. Но елки зеленые. Это же почти очевидно, да? Что такое? А-а-а! Сюда надо вставить как раз одну из этих штучек. Я понял. Как думаете, я проживу с этими 16 хп до фонтанчика? Я бы хотел прожить. Угу. Угу. Так, я уже вижу. Мы уже почти, в принципе, закончили открывать здесь локацию. Это хорошо. Но я не совсем понимаю, зачем мы собираемся сейчас открывать эти... Я же не совсем понимаю, что мы вообще собираемся делать, если честно. Я помню, что у нас здесь есть проход в... Вот он. Вот здесь вот находится. Вот он. Эм... Водостоке. Зачем мы это делаем? Это... Мы будем сливать воду с водостоком. Да! Черт, черт, черт! Наверное, мы будем сливать воду сейчас оттуда, чтобы мы могли туда попасть. Так, я думаю. Угу. Больно? Засранцы. Ого. Эй! Вообще уже, что ли? Это была моя еда. О! Новый ключик. Отлично. Я думаю, что этот ключик подойдет как раз для всех дверей. Но эти не скапливаются. Я хочу уже получить... Ммм... Связку. Фонтан? Или мне кажется? Фонтан был бы чертовский, кстати. Черт, Фарли, я тебя обожаю. Теперь даже без Фарли можно разобраться. Точнее, с Фарли можно... Фу, блин. Без Орба можно разобраться теперь. С этими секретиками Фарли, в принципе, на них обращать внимание. То есть эти фонтанчики называются фонтанами Терры, да? Слушайте, знакомый фонтанчик. Я смутно припоминаю, как я к нему ходил еще, когда черти, когда играл в эту игру. Ой, как хорошо. О, да. Да, да, да. Хо-хо. 140. Почему мне не 120? Ааа, ну ладно. Потому что я мечом не пользовался. Знаете, пробуем наполнить вот эту штучку. Все, да? Было бы неплохо, чтобы я как-то видел, может быть... А, вот 5. Отлично. То есть я могу из нее выходить 5 раз. Ну, замечательно, я считаю. Так, предлагаю здесь положить орб. Может, здесь есть какие-то секретики? Вот, вот это что такое? Мы здесь были? Мы здесь не были. Здесь, да? Но очередь стенки не проходит. Па, ты приблизился к своему предназначению. Подойди сюда, давай поговорим. Погоди, а ты будешь брать то, что я здесь я приготовил? Ага. Я вообще-то планировал, что я сначала в Ахуке отдам... ...все блестяшки, которые собрал. За этой дверью под подостоке стол, не кипа. Ты уже почти что... Ладно, подскажу бесплатно. Остатки КвК расчистят тебе путь. Остатки чего? Я его не расслышал. То есть, мы сейчас с вами движемся по... Что? А, понятно, хорошо. Ну, в принципе, мы всегда здесь движемся по сюжету. Здесь, как бы, нет такого нелинейного. Мы просто можем ходить по замку. Я имел в виду, что мы можем сначала сходить сюда, наверное, открыть дверцу. Потом здесь еще открыть дверцу. У нас еще куча путей перед тем, как идти к своему предназначению. На самом-то деле. И, соответственно, я предлагаю, наверное, закончить на этом. И по своему, собственно, предназначению мы пойдем уже в следующей серии. Более того, я хочу в следующей серии сначала пойти сюда, потом сюда. А только потом идти к своему предназначению. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось и продолжим уже в следующей серии. Все, всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok